Я знаю, чтобы она призналась, надо погладить попу. Попка, 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 попка. Не признается. София не работает, значит, надо что-то другое сделать. А, я не знаю, как еще о жреце Явен. Попки-то так пахнет. Привет, дорогие друзья, с вами снова Дагмама Аня и мои собаки София Явен. Еще тут кучка вельшкорги кардиганов. И сегодня мы будем рассматривать игрушки. Я покажу некоторые игрушки, которые у нас есть, и расскажу о них поподробнее. Ну что ж, поехали! Кто это? Кто это? Помните, мы спрашивали у вас, какое имя дать нашей игрушке? Итак, мы решили, что это Заяц и это Мальчик, и попросили вас дать ему имя. Короче, мы выбрали имя Петрович. Ну что ж, давайте с Петровича мы и начнем. Это мягкая игрушка фирмы Гигви с двумя пищалками. Одна пищалка у него в теле, вторая пищалка у него в голове. Игрушка сделана из материалов, которые предназначены для собак, а значит, она безопасная. Здесь есть, конечно, мелкие детали, но так как я уверена в Эйвене и Софи, которые не отрывают глазки и хвостики таким маленьким игрушкам, я могу позволить себе купить такую игрушку для своих собак. Если собака большая, то такая игрушка, конечно же, ей не подойдет, потому что здесь слишком мелкие детали, ну и вообще игрушка не очень большого размера. Вот такой вот Петрович. Ну что ж, а мы поехали дальше, и у меня здесь мячики. На самом деле, я купила мячики не в собачьем магазине, а в кошачьем. Это мячики для котиков, для игры с котиками. Но Эйвен их очень любит, они по размеру прекрасно подходят под его пасть, потому что вот у нас есть вот такой вот светящийся мячик. И он достаточно большой, плюс он целостный, то есть его ни за что, никак, нигде не зацепить. И Эйвен за ним может бегать и иногда попытаться его брать в пасть, но это достаточно большой размер, плюс он достаточно тяжелый. А эти мячики очень легенькие, они еще вот такой вот приятный звук издают. Лови! Молодец! Молодец! Лови! Молодец! Давай, Маня! Молодец! Лови! Молодец! Это очень качественный, хороший силикон, плюс здесь есть вот такие вот шипы, которые помогают развивать челюсть, когда собака жует эту игрушку и пытается достать вкусняшку. Также это помогает самостоятельной чистке зубов, когда собака грызет эту игрушку. В общем, вот такая вот игрушка-погрызушка, как раз для Эйвена и Софии, но еще она и на сообразительность, то есть как бы достать оттуда вкусняшку. Любимая тема Софишки это пищалки, но эта игрушка уже не мягкая, она резиновая. Это игрушка фирмы PetStages. Вот такая вот смешная курица, довольно плотная резина, очень тяжело она мнется. Такой игрушкой удобно играть в аппорт или просто собаке для развлечения лежать и грызть ее. Где? Где же курочка? Где она? Где же курочка? Где? Софи нашла курочку. Дай маме. Дай маме. Ай, молодец. Также для аппортирования, перетягивания, а еще и для зубов, у нас есть вот такая игрушка PetStages. Я ее очень люблю, она яркая и очень красивая. На одном конце разные тряпочки, вот такой вот маленький канатик и два таких крепичных кусочка. А вот здесь такой шарик, довольно плотный, и на нем такие шипы, которые тоже помогают для чистки зубов. Он прикольно гнется, очень классно гнется. И его удобно брать в пасть, потому что он здесь очень узенький. Плюс это, конечно же, прекрасный размер для чихуашек, для маленьких собак. Смешно, но у нас есть вот такая вот большая мягкая игрушка, с которой Эйвен спит, и иногда тягает ее вот так вот за хвостик и тащит ее куда-нибудь. На самом деле, эта сумка специальная, я купила ее в Таиланде. Здесь у нее вот такая ручка, а сюда кладутся, например, лакомства, и можно носить ее в руке с собой. Очень милая и няшная вещь, но Эйвен использует ее как игрушку-засыпашку, то есть спать с ней. Очень она мягенькая, миленькая, приятная. Также недавно мы купили еще одну игрушку от фирмы PetStages. На первый взгляд, это обычная резиновая косточка, но что же в ней не так? Прочная и гибкая синтетическая резина, то есть эта косточка не твердая, а она достаточно мягкая. И если ее сгибать, получается вот такой вот звук. Она полая, внутри такая полая трубочка, и в нее, я думаю, можно запихать вкусняшку, чтобы собака думала, что там есть что-то и пыталась ее достать. Конечно, достать ее будет очень тяжело, но, например, можно постараться ее оттуда выдавить. Плюс, я думаю, что собаке очень нравится вот этот вот хрустящий звук. Вот такая вот классная косточка, по размеру она тоже подходит сопи Эйвену. Она небольшая, очень легенькая, на удивление, хотя на вид она кажется достаточно массивной и тяжелой. И плюс здесь, опять же, маленькие шипы, чтобы, когда собака грызет, она заодно почистила зубки. Еще одна игрушка для тренировки жевательных мышц и массажа десен. Вот такая вот косточка. Она тоже очень мягенькая и очень легенькая. Голубенькая полупрозрачная косточка, на которой написано, что ленточки удаляют зубной налет, что способствует здоровью полости рта. Она как раз для собак мелких пород. Здесь у нее вот такие вот веревочки, что создает эффект перетягивания, можно в нее играть. Также ее можно кидать как апорт, но это будет, скорее всего, менее удобно, потому что она будет падать плашмя. В отличие, например, от каких-то более округлых игрушек. На каждом элементе этой косточки, на каждом кончике совершенно разный узор и разные выпуклости, которые как раз помогают собаке развивать жевательные мышцы и массировать десна. Вот такая вот классная, очень милая, такая вот яркая, яркая, сочная косточка. Также у нас есть вот такая вот игрушка в виде рога. Она серого цвета, это тоже подстейджис. Она из экологических материалов, и внутри у нее оленьи рога. Здесь у нее тоже пупырышки, чтобы грызть. Она достаточно тяжеловатая, и я думаю, играть ей будет менее интересно, потому что здесь не за что хватать, она не гнется, очень твердая. Но зато вот тренировать зубки и погрызть вот такую вот штучку будет очень полезно. Еще недавно мы купили вот такую большую игрушку Pet Stages, это шар из канатиков. Я не рассчитала размер и заказала вот такой вот достаточно большой шар. Оказалось, что он реально огромный, то есть это мячик для большой собаки. Я принесла Софии Эйвену домик, клубничку, потому что действительно у нас похолодало, и в деревне стало достаточно прохладно. Видимо, осень приближается. Конечно, можно пожадничать и раздербанить этот мячик на канатике, их будет здесь штук 7 или 8, наверное, и раздать всем собакам или оставить Эйвену и Софии. Скорее всего, я оставлю ее вот таким вот стильным, красивым, сочным, ярким мячиком. Вот что значит, когда вы не читаете описание в интернет-магазине игрушки и забываете посмотреть размер. Вот та самая мороженка, единственная игрушка из Таиланда, которая у нас осталась, потому что все игрушки мы раздали местным собакам, и вот с собой забрали только вот эту мягенькую мороженку, любимую игрушку Софии и Эйвена. Это игрушка на сообразительность, то есть сюда кладутся вкусняшки, и нужно их доставать, находить и каким-то образом выковыривать. Посмотрите обязательно наше видео о том, как мы пробовали на Вильшкорге и Кардиганах и на Софии и Эйвене эту игрушку. Ссылку я оставлю в описании внизу. Кстати, буквально недавно на нашем канале вышло видео о том, как сделать игрушку своими руками. Очень оригинальный и стильный канатик получился для Софии и Эйвена. Вы можете посмотреть это видео, ссылку на него я тоже оставлю в описании к этому видео. Конечно же, каждый раз, когда у нас будут появляться какие-нибудь игрушки, мы будем делать о них обзоры и показывать их видео или рассказывать полный обзор о разных игрушках, которые у нас есть. Также я собираюсь для Софии и Эйвена делать много игрушек своими руками, а не только покупать их. Поэтому смотрите наш канал и следите за новостями. Любите своих собак, играйте с ними, и будет вам счастье! Так, где же Петрович? Эйвен, где же Петрович, Софи? Петрович, 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 Петрович. А, вот и где, нашелся Петрович. Мам, давай еще Петровичем поиграем, а? Еще поиграть хочешь? Да, мам, давай. Мам, ну не убирай Петровича. Давай поиграем. Еще хочешь поиграть? Да, мам, давай. Сейчас прыгну, сейчас перепрыгну. Да. Ай, молодец. А теперь надо как-то слезть, Софи, да? Пойдем? Пойдем, мы уходим. Эй, вы куда? Пока! Куда, куда? Пока, Софи! Пока! Обратно, давай. Иди сюда. Давай. Ладненько. Ну, ты молодец. Пойдем. Так, зайка, засыпай-ка, давай мы тебя отнесем домой. Давай, Эйвен, бери его за нами. Могу взять. Так, зайка, хватит тут валяться. Пойдем домой, пошли. Ну, давай, игрушка, давай уже. Давай, вставай, вставай, вставай. Пойдем домой. Эйвен, ну ты что, не понимаешь, что это просто игрушка-сумочка? Она же не может встать сама и пойти домой. Может, засыпай-ка, давай вставай, вставай. Да ну тебя, Эйвен, она же не живая, как она встанет? А я ей сейчас помогу. Вставай, зайка, давай, вставай, зайка, ну вставай. Да ну, не встает она. Чем это у тебя тут в попе пахнет? Чем это пахнет у тебя в попе? Эй, вставай, давай, хватит тут валяться. Эйвен, хватит разговаривать с неодушевленным предметом. Неправда, Софи, у нее и есть душа. Просто сегодня она плохо себя ведет, непослушная и будет наказана. Где в попе пахнет? Где у нее вообще там попа, Эйвен? в попе. Тоже ты себе в попу там засунула? Я знаю, чтобы она призналась, надо погладить попу. Попка, 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 попка. Не признается. Софи, не работает, значит, надо что-то другое сделать. А, я не знаю, как еще везде. Там же у тебя в попке-то так пахнет. Софи, я посадил ее на камень. Берем вместе. Как мы ее вместе возьмем? Она никуда не хочет. Эйвен, я здесь хорошо. Конечно, она хочет тут остаться. Эй, зайка, засыпай-ка, пошли домой. Пойдем, пойдем уже, зайка, пошли домой. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.